Вашу честь! Солдатам победы в эти дни самые искренние поздравления и самые теплые пожелания. Спустя почти 75 лет награда нашла героя – удостоверение Ордена Красной Звезды, который был представлен уроженец Аксулского района Сал-Култараков. Все может быть! 26 семей Панфиловского района сегодня отмечают двойной праздник. Помним, любим, чтим. Слова благодарности за самоотверженный труд и проявленный подвиг ветеранам Великой Отечественной войны сегодня выразил Аким Алматинской области Амандык Баталов. С каждым годом рядеют ряды ветеранов, участников той самой суровой и в то же время легендарной войны. На сегодня в Алматинской области проживает 91 ветеран, а на ежегодную встречу с Амандыком Баталовым, к сожалению, пришли лишь 19 из них. Возраст и состояние здоровья, конечно же, дают о себе знать. Глава региона в теплой и непринужденной обстановке провел двухчасовой диалог с героями нашего времени. Благодаря вашему героизму нынешнее поколение казахстанцев живет в мире согласии. Подвиг, совершенный вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется для каждого из нас образцом мужества и патриотизма. В этот праздник я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия. Мы любим вас и гордимся вами. Будьте всегда с нами. Разрушенные города, свыше 25 миллионов человеческих жертв. Такова статистика фашизма. Но противостоять ему и задушить в корне удалось советским войскам. И в эту великую победу наши земляки-казахстанцы внесли неоценимый вклад. Они – наша гордость. Они – пример подражания для каждого из нас. И пусть сегодня среди нас все меньше участников тех сражений, память о подвиге каждого будет жить вечно. Со слезами на глазах говорит легендарная паровоз АПА. Спасибо вам за внимание и уважение. Пусть в нашей многонациональной стране всегда царит мир и добро. Пусть наши дети не знают войны. Огромная благодарность, что не забываете и всегда заботитесь о нас. Продолжилась встреча за чашечкой чая. Для ветеранов накрыли праздничный дастархан. А творческие коллективы области подготовили праздничную программу. Приглашенные искренне рады такому вниманию со стороны местных властей. И, конечно же, не скрывали своих эмоций. Великой Отечественной войны Встрече глава региона вручил фронтовику Казбеку Бейзбекову специальную государственную награду. За мужество и отвагу, проявленные в те нелегкие годы, указом президента страны ему присвоен орден Айбен второй степени. Напомню, в афганской войне из Алматинской области участвовали 3700 солдат. Не остались без внимания ветераны войны, которые не смогут принять участие в праздничных мероприятиях. Заместители Аким Алматинской области навестили их дома. Лаза Турлашев лично вручил памятные подарки, выразил слова благодарности и поздравил с наступающим праздником бывалого десантника. Восемь ранений, контузию и гибель близких друзей пережил майор в годы войны. Двадцатилетним он ушел на фронт в 1941 году. Сегодня в свои 98 лет Курмантай Бакбергенов четко помнит каждое сражение, в которых принимал участие. Канапю Алимбаев по состоянию здоровья уже не выходящему из дома по сынованию и поздравлению Акима области передал его заместитель Акан Абдуалиев. В этом году солдату Победы исполнилось 96 лет. Канапя Алимбаев участвовал в боях Сталинградского фронта. За отвагу был представлен ко многим боевым наградам. Вместе с супругой они воспитали десятирых детей. Стали любящими прародителями для 30 внуков и 60 правнуков. Ветеран Великой Отечественной войны поздравил 74-й годовщиной Победы всех казахстанцев и пожелал, чтобы всегда небо было мирным. Их подвиг в память у народной. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравляет руководство города. Аким Талакургана Галамжан Абдураимов посетил дома двух ветеранов и выразил искреннюю благодарность за их подвиг, за мир и спокойствие сегодня. В ряды Красной Армии Михаил Баранов был признан в 1941 году. Участвовал в боевых действиях в составе Первого Украинского фронта. В ходе ожесточенных битв был ранен в руку, но несмотря ни на что вернулся домой с победой. После демобилизации работал на различных участках производства, принимал активное участие в освоении целиных и залежных земель. Награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалями за победу над Германией, за освоение целиных земель. Сегодня ветерану ВОВ 95 лет. В канун праздника пенсионера навестил Аким города Галамжан Абдураимов. Большое спасибо Акимату, пришли в голове с Акимом. Поздравили, пожелали всех благ. Поздравил Аким города и Алтына Язбалатову. В народе ее прозвали Паровоз АПА. Несмотря на солидный возраст, 96 лет, она полна оптимизма. В ее планах встретил 80-ю годовщину Великой Победы. Даже самый плохой мир хуже, чем война. Столько людей погибло тогда. Надеюсь, такого больше не повторится никогда. Мы должны ценить нынешний мир. Теплой и душевной получилась встреча с живой легендой Великой Отечественной. Участники войны – яркий пример мужества и отваги. Их жизнью и кровью мы достигли мира и процветания. И в наших руках сберечь его для потомков. Почет и уважение ветеранам. В преддверии Великого праздника Дня Победы руководство Куксулского района чествует героев войны. В регионе в живых осталось всего три участника Великой Отечественной войны. Аким Алмаз Адиль посетил их дома и поздравил 74-й годовщиной Победного Мая. Второй год войны. 18-летнего Николая Огнева призывают в ряды советской армии. Юноша оканчивает военное училище. А после отправляется на фронт на Курскую дугу для прорыва. Воевал в составе 233-й стрелковой дивизии Степного фронта. В августе Николай Огнев был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Вера в победу и любовь к родине помогли молодому солдату выдержать все тяготы войны. За что был награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью за боевые заслуги. Ежегодно в преддверии 9 мая руководство Куксуцкого района наведывается в гости герою войны, чтобы еще раз поблагодарить за мирное небо над головой. Я поздравляю всех участников Великой Отечественной войны, оставшихся живых, с праздником. Желаю всем здоровья, счастья, главное здоровья, здоровья и здоровья. Слова благодарности Акиму Куксуцкого района прозвучали и в адрес Петра Галышенко. За победу он боролся под Сталинградом в артиллерийских войсках. Был снайпером. Ветеран ВОВ награжден орденом Отечественной войны второй степени. Но самая главная награда – это победа, говорит Каймулда Бабашула. Его история войны началась в 1940 году. Тяжелое роднение, гибель товарища – это хорошо знакомо ветерану. Однако страшные четыре года не сломили его волю и тягу к созиданию. После войны он много лет работал в партийном комитете Куксуцкого района. Это самое главное. Пусть наши потомки будут жить в мире и согласии. Это моя единственная мечта. 9 мая – праздник, который касается каждого. В тяжелой 40-й из Куксуцкого района было мобилизовано свыше тысячи человек. Большинство их, несмотря на смерть, на каждом шагу смогли вернуться на родину. Но с каждым годом их ряды редеют. Сегодня в районе проживают только три ветерана. И каждому из них мы желаем встретить с нами и юбилейную 80-ю весну Великой Победы. Асим Кощугулова, Мадзи Байбусунов, телеканал ЖТСУ. Приятный подарок в канун 9 мая получил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Баранов. В частный дом Героя войны бесплатно провели природный газ. Все хлопоты на себя взяли компании «Тайведи» и «Аристон», а также специализированное монтажно-наладочное управление газового хозяйства. Михаил Баранов живет с дочерью в частном секторе. В доме печное отопление. Особенно тяжело зимой. В сильные морозные дни приходилось топить целый день, вспоминать дочка ветерана. Но теперь все иначе. Трубы проведены, современный котел куплен. Подключить газ ветеран специалистов попросил после праздников. 9 мая гостей будет много, говорит Михаил Баранов. Послушать его военные истории приедут родные и близкие. По городу Талдукурган единственный ветеран-участник войны, который проживает в частном доме с печным отоплением. Мы решили совместно с фирмой «Аристон», наша фирма «Тавиди», решили к коню победы участнику Великой Честной войны, Михаилу Васильевичу, сделать подарок и установить бесплатно газовое отопление. Газ, отопление, ну, для приготовления пищи, и для плиты, и для отопления, и в том числе еще теплая вода. Награда нашла своего героя. В Талдукургане родным без вести пропавшего во время Великой Отечественной войны солдата Салака Ултаракова передали удостоверение ордена Красной Звезды. К этой высокой награде его представило правительство Австрии. Церемония передачи документа состоялась в стенах Департамента по делам обороны Алматинской области. Как рассказали родственники погибшего, на войну их предок призван из Аксулского района в 1942 году. Салак Ултараков являлся автоматчиком стрелковой роты 322 гвардейского полка. В боях с фашистскими захватчиками он продемонстрировал мужество, стойкость и отвагу. При наступлении на станцию Фюмро сержант Ултараков уничтожил около двух десятков врагов. При атаке он первым поднялся и вовлек остальных бойцов с собой. Также известно, что Салак Ултараков принял участие в освобождении Вены. Именно оттуда он направил свое последнее письмо на родину. Совсем недавно родственники узнали о местах захоронения предка. Как выяснилось, Салак Ултараков погребен в Австрии, в городе Берндорф. Спасибо работникам Министерства обороны. Планируем поездку в Австрию. Мама нас уже почти 80 лет. Если маме позволит здоровье, мы ее, конечно, свозим, а тогда мы планируем поехать в Австрию. Мы благодарим Министерство обороны Российской Федерации, Министерство обороны Казахстана, областной городской военкомат Алматинской области, консульство Российской Федерации в Казахстане. Чтобы найти без вести пропавшего воина, обратиться к нам, управление по делам обороны города Талкурган, и желательно уточнить, когда призван, каким военкоматом, и желательно номер войсковой части. Мы отправляем запрос в Российскую Федерацию, начальнику главного управления кадром. В течение трех месяцев мы получаем ответы. В Казахстане подорожали авиабилеты. Касается это сразу нескольких направлений, куда летают самолеты из столицы. Для анализа цен на авиабилеты исследователи брали четыре направления – север, юг, запад и восток. В качестве примера конкретную ситуацию. Человек хочет вылететь из столицы 9-го, а вернуться 12-го мая. Судя по информации на сайтах авиакомпании, если из Нур-Султана добираться прямыми рейсами, то самый дешевый перелет до Костаная и обратно обойдется более чем в 80 тысяч тенге. Это в обе стороны. Почти на 11 тысяч дешевле стоит рейс до Шенкента и обратно. Меньше повезло тем, кому в праздничные дни нужно оказаться в Атырау. Стоимость авиабилетов превышает 96 тысяч тенге. И при условии, что вам нужно сразу оплатить рейс туда и обратно. В Петропавловске сожгли кладбище. Горожане говорят, что это уже не впервые. Особенно пострадали могилы, где были деревянные кресты, сгорели венки, обгорели оградки и памятники усопшим. Кроме того, несмотря на то, что оба эти клада закрыли, до сих пор здесь продолжают хоронить людей. На старом кладбище в рабочем поселке можно увидеть могилы 2019 года прямо вдоль дороги, которая стала более узкой. Похоже, местных властей порядок в этой сфере не заботит. И вновь к новостям региона. Учащиеся сразу 20 школ Коксулского района приняли участие в военно-патриотических стартах Жасулан. Разбили лагерь, где каждый ученик должен был пройти испытание, которое является неотлемлемой частью в жизни солдата. О том, как прошли соревнования, расскажет наш корреспондент. С самого утра в горах молодые солдаты разбили лагерь. От каждой школы по одному. Хотя участники еще юные, но уже четко знают свои цели и задачи. Буквально, они прожили один день по военному уставу. Особенным этот день задался для Лилии Коваленко и ее команды. Ведь весь взвод полностью состоит из девочек. Но, несмотря на хрупкость и женственность, они смогли составить большую конкуренцию парням. Неважно, кто есть кто, на войне равны все, говорит Лилия. Мы учимся у других ребят. Они учатся у нас. В нас воспитывается патриотическое воспитание к своей родине. Мы готовились уже примерно где-то три недели. Готовимся. Проходят в нашей школе. Проходили подготовку. Ребята соревновали сборки и разборки автомата Калашникова, надевания противогазов и преодолевали полосу препятствий. Здесь нужно показать не только правильные действия и оточенные навыки, но и сделать все быстро. Так, например, один из лучших результатов по владению АК-74 составил всего 30,5 секунд. Были и творческие старты, оригинально рассказать о своей школе или же спеть военно-патриотическую песню. Все участники игры справились с поставленными задачами. Мы за год начинаем готовиться. Нас предупреждают, когда примерно будет это предприятие. Но оно в основном всегда проходит в мае, поскольку скоро приближается наш главный праздник, День Победы. Уже 74 года, как отмечаем. Настрой хороший, патриотичный, потому что, как-никак, когда-то наши прадедушки, прабабушки выиграли эту войну ради нас, поэтому мы вот отдаем долг нашей стране. Эти соревнования – урок для ребят. Получая огромный опыт, школьники учатся. Формируется гражданская позиция, заверяют организаторы. Подобные мероприятия воспитывают в молодежи патриотический дух, любовь к родине и, самое главное, уважение к подвигу дедов. Алексей Цоя, Сидью Симбек, Телеканал Житсу, Коксусский район. Преемственность поколений. Имя героя Великой Отечественной войны Нусипека Дюсикенова дали кабинету начальной военной подготовки в селе Коксусского района. В старом помещении провели евроремонт. Такой подарок сделали дети и внуки ветеранов в честь 74-летия Великой Отечественной Победы. Участник Великой Отечественной войны. Обладатель 14 медалей за доблесть и отвагу и просто хороший человек. Все это Анасупеки Дюсикенови. Мужчина родился в 1917 году в селе Кокузек Аксусского района. В 21 год отправился служить в армии. Однако только вернувшись домой, был вынужден снова покинуть отчий дом, чтобы защищать родину от вероломного нападения фашистов. Но Сенбек Ата, не раздумывая, вызвался добровольцем. Мой отец отправился на фронт в 1941 году. Он воевал под Варшавой, Брестом, в областях Калинин и Вольинск. Он воевал бок о бок с легендарной Маншук Маметовой. Из нашего района на войну отправились пять человек. Вернулся только мой отец. Он был очень добрым и мудрым человеком. Все приходили к нему за советом. После войны он работал бухгалтером, бригадиром, затем занялся крестьянским хозяйством. А в 1991 году он покинул нас. В прошлом году имя моего отца присвоили одну из улиц села Кук-Узик. В этом же году мы провели евроремонт в кабинете начальной военной подготовки. Дети должны учиться в хороших условиях. Обещаем быть постоянными спонсорами. Кабинет стал светлым и уютным. Старые парты и стулья заменили на новые. Поменяли и окна, а также закупили мебель. А на стене стенд с фотографией и биографией земляка-защитника. Как хорошо, что наш кабинет отремонтировали. Он и раньше был в неплохом состоянии, но теперь он стал гораздо лучше. Спасибо большое нашим спонсорам, что дали нам возможность учиться в таком кабинете. Мы, молодое поколение, обещаем знать историю нашего ветерана. Чтите его память. Начало священного месяца Рамадан ознаменовалось поистине знаковым событием для мусульман села Жумахана Балапаново Алакольского района. В ауле состоялось открытие новой мечети. Открытие мечети жители села ждали с нетерпением. Ведь ранее определенного помещения для выполнения религиозных обрядов в ауле не было. Совершали молитву верующие в прямом смысле этого слова «там, где придется». Теперь эти неудобства остались позади. Хвала Всевышнему, что у нас в селе появилась такая новая красивая мечеть. Теперь мы можем совершать коллективную молитву в отведенном для этого месте. Я очень рад данному событию. Сейчас я испытываю все самые лучшие чувства. Мечеть расположилась на самом въезде в село. Строительство ее началось два года назад. Особую лепту в возведение храма внес предприниматель Шалкар Ахметов. Благодаря его спонсорской помощи мечеть распахнула свои двери в намеченный срок. Если у нас есть возможность, мы должны помогать своим землякам. Демонстрировать представителям молодого поколения хороший пример. Я считаю, что любой патриот нашей страны сделал бы на моем месте то же самое. Необходимо делать благие дела, и тогда вам воздастся вдвойне. После официальной церемонии открытия сельчане провели первую молитву в стенах мечети. Площадь ее позволяет уместить всех местных верующих, то есть порядка 250 человек. Ануар Роман Гильдинов, Камшат Мухаммеджан, Надир Хамзин, телеканал ЖИТСУ. Сразу 26 семей в Панфиловском районе получили заветные ключи от квартир. В числе счастливых новоселов – многодетные и малоимущие семьи. Такой подарок сделало руководство района в преддверии празднования Великой Победы. Подробности в материале нашего корреспондента. Многодетные родители Баймухамбед и Жупарки Никеевы воспитывают семерых детей. Годами им приходилось китаться по съемным квартирам. Глава семьи – военнослужащий по контракту. Супруга – санитарка райбольницы. Заработанных денег хватает лишь на аренду жилья и пропитания. Естественно, ни о каких накоплениях и речи быть не могло. Многодетная семья стояла в очереди на жилье около 10 лет. И сегодня в преддверии праздника осуществилась мечта всей их жизни. Нашей радости нет предела. День Победы ознаменовался для нас двойным праздником. Мы получили дом. Это наша маленькая победа. Раньше приходилось ютиться то там, то тут. Очень тяжело постоянно переезжать. А когда у тебя семь детей, то втройне. Теперь у нас есть свой собственный дом. Старшему сыну уже 19 лет. Он и смотрит за братьями и сестрами, когда нас нет дома. Дом благоустроенный. Общая площадь 70 квадратных метров. В нем 4 комнаты. Большая кухня. Есть и приусадебный участок. Мы планируем построить 4 5-этажных жилых дома на 240 квартир. Сельства и сельскохинского бюджета уже выделили. В июне месяце мы начнем строительство. На следующий год, в декабре месяце, планируем завершить эти дома. У нас медицинатов очень много. С медицинатами, бизнесменами мы провезли здесь небольшой форум, встречались с ними. Они все готовы помочь. Уже 10 домов на сегодняшний день построили. Всего в новом микрорайоне построили 40 домов. Сегодня сдали 26 из них. Счастливыми новоселами стали многодетные и малоимущие семьи. Оставшиеся 14 получат работники бюджетных организаций. Инвалиды и неполные семьи в течение этого месяца. Добавим, всего в очереди на жилье в Памфиловском районе стоят свыше 2500 человек. 250 очередников, многодетные семьи. Дамир Анитов, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Главная оппозиционная партия Турции, чей кандидат победил на выборах мэра Стамбула, раскритиковала решение ЦИКа отменить результаты голосования. Народная республиканская партия назвала это проявлением диктатуры. Политическая система, которая игнорирует волю народа и законы, недемократическая и нелегитимная, написал на своей странице в Твиттер заместитель лидера партии. Решение Турецкого ЦИКа раскритиковали и в Евросоюзе. По словам главы европейской дипломатии Федерики Маггерини, отмена результатов голосования и проведения повторных выборов противоречит идее демократического избирательного процесса. Сирийская армия продолжает наступление на позиции, удерживая повстанцами. Сообщается, что за последние сутки бои стали более интенсивными. Одновременно идет подготовка к восстановлению контроля над стратегически важными районами на севере Хамы. Тем временем, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность тем, что обострение военных действий на северо-западе страны с участием правительственных сил и их союзников, а также вооруженных оппозиционных формирований, унесло жизни нескольких десятков людей и привело к перемещению тысяч мирных жителей. Турнир по волейболу прошел в канун Дня Победы. В спортивном комплексе «Динамо» звание сильнейшего оспаривали 13 команд из разных военных подразделений Алматинской области. Соревнования прошли по круговой системе, то есть каждая команда сыграла со всеми остальными участниками турнира. Мощные и к тому же точные подачи, а также хладнокровные обманные ходы. Вот чем были наполнены все матчи плей-офф за призовое место. Как признаются организаторы, соревнования подобного рода прежде всего отличная возможность сыграть на одной площадке со своими друзьями и коллегами, что позволит укрепить сотрудничество с военными из других регионов. Надеемся на то, что наша молодежь, то есть мы наследники данной победы, не забудем данное мероприятие и будем каждый год проводить такие мероприятия, то есть чтить память нашим дедам и отцам. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова